Администрация компании не идет с нами на контакт, идет пока только исполнительная власть. Но это только слова. Дел пока нет. Уже четвертые сутки продолжается забастовка нефтяников в поселке Курык Мангистауской области. Более пяти сотен работников казахстанской итальянской компании «Ерсай Каспиен Контрактор» дочернего подразделения «Эни» отказываются выходить на работу и требуют разговора с руководством. Люди прячутся от палящего солнца под зонтиками, но не уходят от проходной предприятия. Большинство разговоров о реакции общественности, по мнению рабочих, руководство компании специально запускает в СМИ различные слухи. Журналисты сейчас нагло врут, что мы зарабатываем 300 тысяч тенге в месяц, а хотим зарабатывать 600. Разве мы похожи на людей с зарплатой 300 тысяч? Впервые свои требования рабочие огласили 11 мая, массово отказавшись выходить на работу. Нефтяники недовольны оплатой труда, существующими контрактами, соглашениями и аффилированностью профсоюза с руководством компаний. По мнению Совета директоров «Ерсая», работники требуют невозможного. Возмущает нефтяников и разница в окладах иностранных и казахстанских работников, так как предприятие совместное 50 на 50, многие местные сотрудники работают бок о бок с легионерами и считают, что их незаслуженно притесняют. В одном отделе, к примеру, я работаю чертежником. Мой напарник филиппинец. Я местная, выучила, сделаем одинаковую работу, но он получает больше. А мне руководство говорит, у тебя таких знаний нет. Ты так не работаешь. А когда он в отпуск идёт, я вместо него справляюсь же? Несправедливо. Жители близлежащего посёлка Курек поддержали бастующих и со своей стороны попытались добиться встречи с Акимом Каракиякского района Адалгирида Улбаевым. Однако глава местной администрации на переговоры не вышел. Первыми увольняют наших детей, сокращают наших детей. Теперь и дискриминация. Даже когда готовят еду, им готовят отдельно, нашим отдельно. Это неправильно. Как такое может быть в нашей стране? В Казахстане, стране, подписавшей 25-26 статью Международной декларации по правам человека, в первую очередь должны защищать права коренного населения. Сегодня в республике работает много иностранных компаний. Из-за этого основные средства уходят за пределы нашей страны. Между тем, половина кредитов иностранных предприятий покрывается за счёт государственной казны. Руководство компании, поняв, что успокоить обещаниями взбунтовавшихся нефтянников не удастся, на уступки, тем не менее, не идёт. И пытается урезонить бастующих руками отечественного правосудия. Так как мы должны всё-таки в цивилизованном формате, все споры решать в правовом формате, так как это действительно спор, то компания обратилась в суд с целью признания данного мероприятия незаконным. И, соответственно, мы будем ждать решения суда, и по результатам решения суда, соответственно, принимать меры. То есть мы готовы исполнить решение суда. Рабочие тем временем пытаются активно развивать свой собственный независимый профсоюз. В дни забастовки, по неуточнённым данным, его членами стали более 500 человек. Работники-иностранцы в акции участие не принимают. Может, работать, потому что там тоже как бы иностранные работники есть. Но не полностью, а отчасти, наверное, остановилось. Потому что мы в данный момент там не владеем, что там происходит. Но большинство именно работников здесь стоят. Работники уже объявили голодовку на 21 мая. Генеральный секретарь конфедерации труда Мурат Машкенов считает, что возмущение ерсаевцев, идущая в эти дни голодовка нефтяников компании «Каражанбас Мунай» и недавние возмущения шахтёров «Хромтау» – звенья одной цепи. Все они свидетельствуют о системном кризисе в механизмах защиты прав трудящихся в республике. Перед 2017 годом говорили, что верхи не хотят, а низы не могут. Вот такая вот примерно ситуация у нас напрашивается в этом секторе по той причине, что старые профсоюзы уже защищать старыми методами не могут, а новые ещё сил не набрали, и опыта нет. Да если при том, что ещё механизм защиты, вот это отраслевое профсоюзы, сегодня разломан. И вот это и приводит, я считаю, к тому, что мы сегодня имеем. И это вертикаль, и эти проблемы отмечаются и у нефтяников, и у газовиков. Такая же проблема у шахтёров, такая же проблема у металлургов. Тем временем в противостоянии ерсаевцев, по мнению рабочих, не без инициативы руководства компании начали вмешиваться местные власти и полиция. По словам нефтяников, активистам забастовочного комитета угрожают арестом и судом. Но пока бастующие стоят на своём и говорят, что готовы идти до конца в требовании выполнения выдвинутых условий и грозят крайней мерой – массовой голодовкой. Диас Агбаев, Инга Иманбайт, Токмалдак Усаинов, Мангистауская область, Казахстан.